Свои порядки. В Сарове сложилась уникальная ситуация. Правила землепользования и застройки у нас не соответствуют общероссийскому классификатору, утвержденному Росреестром. Только у нас осталось в территориальной зоне Ж1 определение высотности здания, как количество этажей от двух до пяти. Хотя федеральный классификатор видов использования подразумевает, что среднеэтажная жилая застройка должна быть до восьми этажей включительно. Причем этажи считаются все. Что значит «все этажи»? Речь идет не только о жилых площадях. За этаж считается подвал высотой более метра восьмидесяти, техническое помещение под крышей высотой более полутора метров, цоколи и мансарды. Таким образом, в Сарове за редким исключением нет чисто пятиэтажных или девятиэтажных зданий. По факту они считаются шестиэтажными и десятиэтажными. Это значит, что саровские правила землепользования и застройки ограничивают здания в жилой зоне Ж1 четырьмя надземными этажами. По мнению депутата Петра Смирнова, это не только противоречит федеральным нормам, но и сказывается на развитии города. Некорректные ПЗЗ ограничивают возможность развития территории. И это главное, для чего вообще существуют правила землепользования в любом городе. Это максимально эффективное использование земли на территории того или иного муниципалитета. Это развитие инвестиционной привлекательности. Это возможность развития строительства. В первую очередь здесь мы говорим про строительство жилья. Компания «Саровинвест» обратилась в администрацию города с тем, чтобы местные правила землепользования и застройки привели в соответствие с федеральными требованиями. Но комиссия по подготовке правил землепользования и застройки в вопросе отказала. Отказ связан с тем, что просто от двух до пяти этажей соответствует норме до восьми этажей. То есть меньше значит хорошо. Хотя с точки зрения высотности здания, опять же, ограничения могут быть наложены только в связи с, например, объектами культурного наследия, что у нас имеется вокруг, например, Саровского монастыря. Есть такие ограничения по высоте, опять же, они установлены в метрах. А также ограничена высота зданий в том или ином муниципалитете может быть пожарной службой в связи с наличием у них технических средств для тушения пожара на той или иной высоте. Таких специальных требований к территориальным зонам Ж1 в Сарове нет. То есть ограничение высоты зданий создано искусственно, без необходимых оснований. Но возможность ситуации разрешится уже в следующем году. ЗАГС Собрания региона приняло решение о передаче полномочий по градостроительной деятельности на уровень Министерства градостроительной политики Нижегородской области. Переданы полномочия по подготовке и утверждению генплана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории и так далее. Это очень серьезный шаг вперед, я считаю, со стороны правительства. Возможность действительно скорректировать многие документы, которые не соответствуют федеральному законодательству на местном уровне у нас в Сарове. И я надеюсь, что этот вопрос также будет рассмотрен на уровне правительства. Решать местные вопросы градостроительной политики на уровне региона будут уже с начала 2024 года.